Знаете, какая-то очень странная гостья прервала мой рассказ. Не успел я открыть дверь, как на меня обрушился целый поток слов, из которых я понял только, что она всего лишь должна передать мне письмо от одного влиятельного человека, что это очень важно, что я должен прочесть письмо немедленно и ответить тотчас же. Ну, я, конечно, сказал, что сейчас я очень занят, и что как только освобожусь, смогу написать ответ и отправлю его курьером или почтой. Очень напористая дама. Пришлось прямо-таки закрыть дверь перед ее носом. И теперь смотрю я на этот конверт, и что-то мне подсказывает, что внутри конверта меня ждут неприятности. Ну да ладно, неприятности подождут. Я никогда их не избегал, но и не мчался им навстречу. Так, на чем мы там остановились? Ага, вспомнил. Эдисон, Диксон, кинетограф и кинетоскоп. Не хочу вводить вас в заблуждение. Конечно, современное кино возникло во многом благодаря Томасу Эдисону и Уильяму Диксону. Да, они разработали первые коммерчески успешные кинотехнологии. Прототип камеры – кинетограф и прототип кинотеатра – кинетоскоп, который был, правда, рассчитан на одного зрителя. Ну и с Эдисоном ведь как? Многие его заслуги принадлежат одновременно многим людям. Даже немного мне. Но речь не об этом. Пока Эдисон и Диксон снимали первые фильмы в Нью-Джерси, были и другие изобретатели в мире, которые работали с движущимися картинками. И вот во Франции, а конкретно в городе Лион, два брата, Луи и Агюст Люмьер, увидели кинетограф и кинетоскоп. И, пошептавшись так по-братски, решили, что в кино можно добиться большего. И взялись за дело. У них был бизнес по производству фотопластинок, но шел этот бизнес по тонкой грани банкротства. Я в случайной беседе, ну ладно-ладно, может быть не совсем случайной, обратил внимание Луи на кинетограф и кинетоскоп. Тут-то и пошло дело. Француза нужно только аккуратно подзадорить, и потом не остановишь, о чем бы ни шла речь – о любви, о пьянстве, о войне. До сих пор помню этот спор с месье Бонапартом о том, что даже ему не дойти до Москвы. Да, немного я переборщил тогда, но кто же знал. После нашего разговора с Луи, он с помощью брата придумал сравнительно легкое и универсальное устройство, не просто для создания фильмов, но и для их показа. Два в одном, так сказать. Надо признать, идеи Диксона в этой французской голове выросли и окрепли. Луи и Агюст создали технологию, которая использовала механизм камеры сразу и для воспроизведения отснятой пленки. Она пропускала яркий свет через проявленные кадры, ну и появлялась возможность проецировать фильмы на стену или на экран. И кинематограф стал для зрителей как бы коллективным опытом. Кстати, фамилия Люмьер переводится с французского как «свет». Интересное совпадение, правда? К тому времени, когда братья Люмьер начали экспериментировать с кино, у них, конечно, был огромный опыт в бизнесе, инженерии, производстве и фотографии. Устройства Эдисона были и вдохновением, и своего рода вызовом для этих ребят. Они усовершенствовали камеру. У кинетографа Диксона был зубчатый механизм остановки и пуска. Он был нужен для остановки каждого кадра на достаточное время, чтобы нужное количество света успело попасть на пленку, а затем механизм вращался и переходил к следующему кадру. Помните, Уильям Диксон изобрел свою схему на основе карманных часов? А вот братья Люмьер усовершенствовали камеру, вдохновившись швейными машинами. Они были, разумеется, далеко не одиноки в своем желании развивать кинотехнику. Разные изобретатели работали независимо друг от друга по всей Европе и в Америке. Собирали по частям то, что впоследствии станет кинематографом. В 1897 году немецкий инженер-оптик Оскар Местер усовершенствовал зубчатый механизм камеры, назвав свой вариант «Мальтийским крестом» в честь медали похожей формы. Этот Гер Местер был, кстати, вообще крупным кинодеятелем тех времен. Первые звуковые фильмы создал именно он, аж еще в 1903 году. Снимал Берлин и окрестности с воздушного шара, пока не дошел до военных пропагандистских фильмов с фронтов Первой мировой. Шебутные были ребята эти немцы. И ведь не так уж и давно это было. Куда все подевалось? Когда они успели так облениться? Но главное не это, а то, что устройство Местера, как и многое из того, что создали немцы, выдержало испытание временем. Люди до сих пор используют его технологию в большинстве пленочных проекторов. Но вернемся к нашим французам. Главная заслуга братьев Люмьер была в том, что они создали такую компактную переносную камеру-коробку. Ее мог переносить один человек. Камера управлялась ручным способом и не зависела от электричества. Круто, да? Современный телефон может сесть, а так камера нет. Работала на ручном приводе. В камере при этом использовалась все та же 35-мм пленка, которая была в кинетографе Эдисона. После того, как фильм был отснят, камеру братьев Люмьер можно было преобразовать в проектор. А готовые фильмы можно было копировать при помощи все этой же камеры. Подумать только сразу три функции в одном устройстве. Камеру Люмьер можно было взять с собой, отснять фильм, а затем спроецировать его на стену в любое время в любом месте. Конечно, по сравнению с кинетографом и кинетоскопом, это был прорыв. Ну вот типа того, когда вы перешли с кнопочных телефонов на смартфоны. Братья Люмьер назвали свое устройство кинематографом, что означало в переводе с французского «записанное движение». Братья Люмьер, как и Эдисон, были ушлые, ребята, конечно. Получили международные патенты на свои технологии сразу. А в отличие от Эдисона, они сразу увидели перспективы публичных показов фильмов для большой аудитории. Помнится, перед тем, как представить кинематограф публике, они провели серию таких небольших частных вечеринок, на которых демонстрировали фильмы для высокопоставленных людей. Грамотно так подогревали любопытство и интерес. 28 декабря 1895 года в Париже, на бульваре Капуцинок в салоне Гран-Кафе, Агюст и Луи Люмьер платно показали серию из 10 короткометражных фильмов. И это событие навсегда изменило мир. Ну, вообще считается, что впервые массово и платно кино публике показал химик Вудвилл Латом. Он был американец и владел собственным кинетоскопом. Этот Латом показал фильм о боксерском поединке и продемонстрировал его публике в Нью-Йорке еще в 1895 году. Но все это прошло почти совсем незаметно. Тем не менее, мы еще вернемся к Вудвиллу. А вот Луи и Агюст смогли, что называется, поймать тренд. Они держали интригу до самого конца, сделали рекламу своему изобретению. Ну и обеспечили прекрасное по тем временам качество изображения. Тот факт, что они показали сразу несколько фильмов, тоже был важен. Все это сделало их мероприятие, ну, прямо-таки историческим. В конце концов, это же кинобизнес. А в нем шумиха вокруг событий, это, считай, половина события. Агюст и Луи Люмьер получили свой триумф. Кстати, среди фильмов, которые братья показали в тот вечер, был и знаменитый фильм «Прибытие поезда на вокзал Ла Сиотта». О чем фильм догадаться несложно, наверное. Название здесь и тизер, и трейлер, и аннотация. Фильм снят одним кадром. Поезд постепенно приближается к камере, останавливается и пассажиры высаживаются на перрон. Вы знаете, я был на самом первом показе этого шедевра. Говорят, что зрители, которые были в зале, при приближении поезда на экране разбежались, испугались, что паровоз наедет на них. Как свидетель скажу, что разбежались не все. Рядом со мной, например, осталась сидеть дама, которая лишилась чувств, не успев встать с кресла. Так мы с ней и остались вдвоем в зале. Я сидел и улыбался, а она через пару минут пришла в себя, и ее стошнило прямо на мои прекрасные суконные брюки. Я подаю ей платок и спрашиваю «Мадам, что с вами?». Она говорит «Ах, напрасно, я верила пастору Вернье. Он обещал мне рай после смерти, если буду исповедаться каждое воскресенье, а теперь я умерла и я в аду. Зря я рассказала ему о том случае в лодке с мужем моей кузины». Сказала она так, и снова лишилась чувств. Луи долго так и задумчиво молчал, когда я позже рассказал ему об этом нелепом происшествии, а потом говорит «Знаешь, Алекс, я думаю, именно синематограф когда-нибудь сотрет границы между раем и адом». Ох уж этот Луи, умный и прозорливый сукин сын. Скептики и зануды, впрочем, говорят, что не было никакой паники. Мол, просмотр изображений, спроецированных на стены, не был чем-то новым для большинства парижан. Проекционные малустройства использовались для образования и развлечений еще в 17 веке. Да и большинство зрителей, скорее всего, знали о кинетоскопических фильмах. Так что, скорее всего, никто и не думал, что поезд собирается проехать через стену и задавить всех. Ну их, этих снобов и скептиков. Недооценивают они магию кино. А публику того времени, кстати, прямо скажем, переоценивают. И вот знаете, несмотря на то, что передовые идеи братьев Люмьер совершили технический прорыв в кино, все же главный вклад Агюста и Луи Люмьер в историю кино в том, что они дали людям возможность получить коллективный опыт просмотра фильма. Задумайтесь. Когда вы являетесь частью публики, смотрящей фильм, у вас рождается уникальное личное впечатление. Но вместе с этим вы получаете и социальный опыт. Вот. Вспомните последнюю смешную комедию, которую вы смотрели в кинотеатре. А потом ее же смотрели дома в одиночестве. Получается совсем разный опыт, верно? Кино – это такая уникальная художественная среда, которая меняется в зависимости от того, когда, где и с кем вы смотрите фильм. Ведь, например, с театром такое невозможно. С концертом тоже. Там каждый раз все немного иначе. А фильм-то из раза в раз один и тот же. Он уже снят. Я вот был однажды на концерте. А Мадей играл очень хорошо. Но знаете, пришел я потом домой, сел за клавесин и сыграл эти мои, ну, точнее, его вроде как… Ну ладно, его произведения. В общем, лучше, чем он. Прямо-таки божественно сыграл. И такое вдруг ощутил разочарование. С тех пор не садился я больше за клавесин. А фильм, он уже такой, какой он есть. Одна и та же картинка. Но воспринимается каждый раз по-разному. Пожалуй, еще только хорошая книга так умеет. Но вернемся к нашим французским братьям. Люмьеровские фильмы были похожи друг на друга. Немые, черно-белые, снятые одним кадром. Длились меньше минуты. Сильно все еще напоминали фильмы из Черной Марии Эдисона. Но это были не игровые, а такие как бы мини-документальные фильмы. Они фиксировали фрагменты повседневной жизни. Два ребенка дерутся за обедом. Рабочие покидают фабрику после смены. Поезд прибывает на вокзал. И вот эти фильмы были заведомо успешные. Как сейчас ролики в Ютьюбе. Зритель видел как бы себя. Понятные и доступные вещи. Первый показ принес братьям 35 франков. По одному франку с человек. В течение месяца они заработали 28 тысяч франков. То есть 28 тысяч человек посмотрели фильмы. Но согласитесь, даже сейчас 28 тысяч просмотров какого-нибудь ролика в сети. Это неплохой результат. Другие изобретатели не спали, впрочем. Делали свои версии кинематографа. Например, биоскоп или театрограф. Некоторые вдохновлялись братьями Люмьер, другие шли своими путями. Наш старый приятель Эдисон увидел финансовый успех братьев Люмьер. И, конечно, захотел подключиться к бизнесу. Отказаться, наконец, от кинетоскопа и заниматься публичными кинопоказами. Начались эксперименты с более долгими фильмами. Но была одна проблема. Длинные пленки рвались внутри проектора. Тогда на помощь пришел Вудвилл Латам. Тот самый, который провел первый публичный кинопоказ. У него был патент на петлю Латама. Новый способ подачи ленты в проектор. Способ этот подразумевал пару маленьких петель для пленки. Одну над линзой проектора, а вторую под ней. Эти петли удерживались дополнительными зубчатыми шестеренками. В итоге пленка была защищена от вибраций и излишнего натяжения. И не рвалась. Были тогда еще такие кинодеятели. Фрэнсис Дженкинс и Томас Армад. Они использовали петлю Латама в проекторе собственного изобретения, которое они назвали витаскопом. Эдисон увидел устройство, тут же купил его и выпустил как витаскоп Эдисона. При этом он прилично так обманул ожидания изобретателей в смысле гонорара за работу. Знаете, поначалу публика думала о фильмах как о фокусах, которые просуществуют несколько лет, а затем исчезнут, как любое модное явление. Представьте, даже братья Люмьер вышли из кинобизнеса в 1905 году, потому что им показалось, что у кино нет перспектив. Луи тогда сказал мне, что будущее за цветной фотографией. Я не стал его переубеждать. Он и его брат сделали свое большое дело. В конце концов, фотография тоже требовала внимания умных и деятельных людей. Однако даже эти вот 50-секундные кинозарисовки пользовались неизменной популярностью, и кино продолжало развиваться. Оно превращалось в как бы способ массовой коммуникации. В эпоху становления кино, кино кинематографисты отправлялись в легендарные места, снимали фильмы о бассейне Амазонки, египетских пирамидах и руинах Древнего Рима. Вот представьте, вы всю жизнь живете в Париже или Лондоне. О путешествиях даже и не думайте. Вы, блин, плотник или гробовщик или кухарка. И тут вы заходите в кинозал и видите, например, альпинистов, которые залезли высоко в Гималайи. Одно дело увидеть это на картинке, а другое убедиться, что такие горы и правда есть. И они правда очень высокие. Кино тогда не фантазировало и не преувеличивало. Не было спецэффектов и хромакея. Кино реально делало мир как бы меньше и людей со всего мира ближе друг к другу. А вот потом появился монтаж. Но погодите-ка, конверт же я так и не вскрыл. А там вроде бы что-то срочное было. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова